Всем привет! Сегодня у нас, как бы мне уже этого не хотелось, но снова очередной ролик про машину Потому что она принесла еще один такой неприятный сюрприз Сейчас вот пойдем немножко пройдемся и расскажу Мы сейчас с утра поехали в Оленино, в Оленино, в Оржев И обычно мы ездим по старой дороге, там машин нет, а сейчас поехали по трассе И вот вчера же я починил все тормоза, все тормозило, все было хорошо Сегодня, когда мы подъезжали к светофору, там светофор на повороте именно на сам Оржев, именно с трассы Москва-Рига И, собственно, я торможу, а не тормозится Причем не тормозится не то, что там чуть-чуть, а совсем То есть полностью отказали тормоза вообще И это все случилось именно на трассе, еще и к тому же на светофоре Но повезло, я быстро затормозил, сразу воткнул первую передачу И скорость хорошо успела сброситься до светофора И там получилось повернуть, потому что он как раз был зеленый В общем, все обошлось Я вот так вот двигателем тормозя доехал до автозапчастей До магазина автозапчастей И вот возле этого автомагазина два часа снова ковырял нашу злополучную машину Ну что делать, бывает, конечно, хорошо, что все обошлось Потому что, честно говорю, не очень приятно, когда пропадают тормоза в автомобиле Еще к тому же на трассе Вот как и умудрились поехать именно в этот раз, когда они кончились Где везде кругом машины В общем, оказалось, что теперь вышел из строя вообще полностью в хлам Каким-то образом главный тормозной цилиндр Он потек весь вообще и начал выдавливать тормозную жидкость даже через крышку То есть в любом виде сразу он выдавливал через крышку Выдавливал через места, где бачок вставляется в тормозной цилиндр То есть полностью износились все вот эти прокладки И я, в общем, не знаю, что там износилось Я его еще не разбирал Но вот как-то вот он так резко случилось Что полностью он пришел в нерабочее состояние То есть как ни нажимай При заглушенном двигателе, то есть без вакуумника И при включенном двигателе он все равно постоянно Сразу выпрыскивал через крышку жидкость И текло у него через низ Из одного из мест, где крепится он непосредственно в саму эту, я не знаю, из чего, на чугун Или какая там деталь самого тормозного цилиндра Куда потом вкручиваются трубки В общем, в итоге я купил целиком в сборе Пришлось купить этот главный тормозной цилиндр Я сначала подумал, что мало ли, может что-то с крышкой не так Ну, откуда я знаю Собственно, купил новый датчик с крышкой Но тоже самое, естественно, все через него выдавливало Ну, в итоге я снял его с вакуумника Вакуумник весь в жидкости был Пришлось снять и вакуумник Посмотрел Внутрь ничего не попало А то, что успел посмотреть в интернете На телефоне, который ни черта не работал Там кто-то говорит, что надо проверить Может вакуумник засасывает Или наоборот Раз он воздух туда загоняет В этот цилиндр Значит, может и высасывать оттуда тормозуху в себя Ну, честно говоря, я так и не Вряд ли это в целом возможно Потому что там прокладка Она В общем, так устроена, что вряд ли там что-то Туда засасывает Но я все равно его разобрал, посмотрел Тормозухи нет Но Когда я поставил главный тормозной цилиндр И кое-как прокачал в одно лицо тормоза Но там они не особо прокачались Потому что одно колесо прокачалось очень хорошо И оно одно, собственно, и тормозило Причем тормозило именно мертво Вообще Сразу вот В конец А другие абсолютно крутились дальше Поэтому Тормозов тоже особо не было Но хотя бы можно было Хоть чуть-чуть затормозить И нормально доехать до дома Так вот Пока разобрал вакуумник Получилось так, что Что-то там опять повредилось Не бывает такого, что Если ты один раз собрал Когда оно было новое Я вакуумник менял Не знаю, полгода назад, наверное И после того, как ты его Хочешь собрать второй раз Он перестает работать То есть опять где-то Вакуумник начал подсасывать воздух То есть, когда нажимаешь на тормоза Машина глохнет Если она, например, на нейтралке В общем, сейчас Пойду посмотрю, что там случилось С этим вакуумником Но, скорее всего В 90% я думаю, что не с ним дело А со шлангом Или вот именно с приемным Этой муфтой С приемной резиновой Куда вставляется шланг из двигателя В общем Сейчас гляну В ней делай Шланг дырявый Или опять это Резинка Это уже Вовсе не резинка Опять стала Я не знаю Уже Честно говоря Она меня уже Несколько Поднадоело То, что в ней Все время все ломается Ну, надеюсь, что сейчас Починю И все будет в порядке Ну что, шланг оказался целый Вот я его Замотал Изолентой Запустил двигатель Все в порядке Ничего никуда Не шумит Значит, все-таки Проблема именно Вот в этом штуцере Наверное Ну и сейчас Попробую Уплотню Может быть герметиком Каким туда Воткну И проверю Так что вот Сегодня Возле автомагазина Устанавливал Этот главный Тормозной цилиндр Кое-как Естественно Не докрутил Потому что Представляете Забыл взять с собой ключи Все Весь тут набор И поэтому Непонятно чем Пришлось все это Откручивать И Соответственно Непонятно чем Это все закручивать Поэтому Сам вакуумник У меня там Слегка подшатывается Надо его Прикрутить И Посмотреть Точнее Что тут смотреть Просто его там Надо поджать гайки Кое-как Я его там Воткнул Сейчас Посмотрю Шланг Верну назад Ну естественно Что Из-за того Что все время Воздух Лишний Подсасывается Не Все Машина еле ехала Но Как-то Кое-как Доехали Хоже Что Виновата Не то Не та трубочка Которую я тут Загерметизировал Намертво Теперь сюда А Очень интересная Особенность Нового Главного Тормозного Цилиндра Вот здесь есть Проточка Вот она Она Примерно Полтора Или два Миллиметра В глубину Здесь проточена И Должна Вот сюда Вот зажиматься Видимо Вот эта вот Резиновая шайба Чтобы отсюда Никуда ничего Не выдувало Понятность Полтора Два Миллиметра Это все Конечно Хорошо Но на старом Главном Тормозном Цилиндре Здесь где-то Ну 0,2 Может быть В лучшем Случае Эта проточка Углублена И поэтому Когда Этот Насаживался Главный Тормозной Здесь все Прекрасно Сходилось И ничего Не поддувало А вот здесь Теперь Нифига Этой Прокладки Не хватает Поскольку Она сама Вся Максимум Выходит сюда На 2 Миллиметра Она еще Должна Здесь Зажиматься В общем Какая-то Бодяга Сплошная Сейчас Попробую Как-то Этот вопрос Решить Я кажется Нашел Проблему Испортилась Вот эта Вот шайба Каждый раз Проходил воздух И вакуум Собственно Вообще Не работал Я ее Сейчас Попробовал Приклеить На герметик Сейчас Он Немножечко Затвердеет Силу Наберет И я Попробую Воткнуть Может быть Что-то И поможет Надеюсь Что она Не будет Слезать Оттуда В принципе Ей надо Прожить Всего Разок Чтобы Ее Отодвинуло Куда Надо И все В нормальном Положении Вот так Раз И она Так и Должна Стоять Я Вот Когда Сейчас Последний Главный Этот Цилиндр Она Там Просто Вот Слезает С одного Края Всегда Постоянно Вот С одного Края С какого То Слезает Вот Я тут Это Все И проклеил Сейчас Посмотрим Будет Лучше Наверное Ну что Гайка Оказалась Стойкая Только Раза С восьмого Не удалось Ее поставить Так Чтобы При нажатии На педали Ее Никуда Не Выворачивало Так Что Теперь Все Специально Проверил Когда нажимаешь На педаль тормоза Нигде Свистящий Звук Из Вакуумника Не издается То есть Все Она Наконец Там Встала Как положено В своем положении Теперь Ее трогать Точно Там Не буду Пусть Она Так Там И Стоит Ну Осталось Только Теперь По нормальному Прокачать Все колеса Потому что Возле Магазина Под Тем Снегопадом Жутким Было Не очень Удобно Их прокачивать Я их чисто Номинально Прокачал Тем более Что Если Передние Я Мог Видеть Как это Все Собственно Происходит Там Нормально Но прокачивается Или нет То задние Мне вообще Никак Было Не посмотреть И тем более Что Еще С такой Глохнущей Постоянной Машиной Когда нажимаешь На тормоз Я уже Там Решил Что Все Это Оставлю До дома Так что Прокачаю И надеюсь Что На долгое Время Теперь Видео Про машину Больше Не будет А Она будет Ездить Прекрасно И все И ничего Не будет Ломаться Потому что Ну это Совсем Неудобно Когда проезжаешь 100 километров И все И стоишь Три часа Чинишь Непонятно В какую погоду Непонятно В какую грязи Валяешься Чтобы ее Починить Ну Конечно Что Она довозит И домой И обратно Впоследствии Но Все равно Не особо Приятно Хотя Вот кто-то писал Что вот Машина русская Ломается Если в нее Ничего Не ставить Оно Конечно Масло Я лью Только Хорошее Всегда В нее Ну Такое Не самое лучшее Но Не самое Унылое Такое А Ну Чуть выше Среднего Оно По качеству То есть Большинство Людей И в иномарке Такое Собственно Льют И везде И в коробку И в двигатель Так что С этим проблем нет Также расходники Все меняю Именно Когда положено А не раз 2000 Как например Главный тормозной цилиндр Он вышел из строя Ну не знаю Через 2000 Наверное Всего километров Не было После того Как я Воскнул у него Ремкомплект Ну значит Наверное Ремкомплект Нужен Не знаю Для чего он нужен Если он не помогает Хотя Очень все Четко было Когда я установил Ремкомплект Все прям С натягом Там ходило Прекрасно Никаких проблем Ничего нигде Не подтекало И тут Вот просто В одночасье В одночасье Взяло И все И тормозов Не стало вообще Вот педаль просто Проваривается Как будто она Как будто ее Так хотя бы Можно было накачать Несколько раз Нажмешь То вроде как Немного накачивалось А она все Просто полностью Нажимаешь на педаль Она просто Тормозуху Изо всех щелей Выдавливает И толку ноль Поэтому Опасно Конечно Так бывает Тем более Что у меня нет ручника Тормозить Можно только двигателем Поэтому Такие ситуации Я не люблю Вообще Вообще Ездить по трассам Тоже не очень Люблю Ну если только По пустой По пустой Конечно хорошо Поэтому мы всегда Ездим по старой дороге Ладно На этом все С автомобилями Уже Явно Прокачивать тормоза Я буду Не сегодня Сегодня уже не хочу Пойду Может быть Пособираю магазины Для ульев Всем желаю Хорошей погоды Потому что И мы ждем Уже с нетерпением Это что значит 31 марта А снегу по колено И такой снегопад Идет Но по моему Вот уже На следующей неделе Будет такое Вообще Серьезное Потепление И должно Вообще Все растаять И наконец-то Я смогу Залезть к пчелам Нормально Посмотреть Как у них там дела Потому что Обещают Плюс 17 градусов А это вообще Отличная погода Чтобы Сделать ревизию Почистить Кого надо Пересадить То есть Работы Наконец-то Начинаются С пчелами Надо чтобы Все Мои семьи Выжили Я буду Предпринимать Все для этого Все возможные Способы Так что ладно Об этом уже потом Поговорим в следующий раз Всем пока-пока